Микс Ньюс Не так уже долго нам ждать выборов, и как раз-таки вот один из тех людей, которые могут изменить что-то в нашем городе, в какую сторону сейчас мы как раз и поговорим, бывший депутат Рижской Думы Алексей Росликов сегодня с нами, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро, да, в этом яркий списке событий я затесался. Ну, у нас событие для города, одно из самых главных как раз-таки сегодня, это закрытие улицы Тербатес, ну как закрытие, для кого-то открытие наоборот будет, для кого-то закрытие, для автомобилистов придется свои привычки поменять, а жителям города наоборот, ну такую выработать привычку, что можно ходить не только по тротуару, но и вот по дорожному покрытию, которое, как правило, мы вот, если про собственные впечатления, когда были вот эти улицы Тербатес открыты, то все равно казалось, что люди как-то, они все равно привыкли по тротуару, хотя свободное было перемещение по дороге, все равно как-то все так сначала сторонились, надо было время. Что вы по поводу этой инициативы думаете? Инициатива, безусловно, позитивная. Вопрос, наверное, получается в другом, что близится выбор, и тело руководителей Думы, которые сейчас заседают на своих местах, представляет конкретную политическую силу. И в данном случае это, ну, скажем, действие слишком поспешное. Чака и Барона сейчас закрываются на ремонты. Соответственно, мы перекроем сейчас еще между ними артерию Тербатес, и это будет просто коллапс для всего города. С точки зрения планирования жизни города на данный момент я всем автомобилистам и себе в том числе просто не завидую. Это будет довольно-таки сложная ситуация. Для пешеходов, для любителей природы, для любителей велосипедов, безусловно, это самое прекрасное мероприятие, которое только могло бы быть. Но планировать все-таки, я думаю, жизнь города надо необходимо немножко с другой стороны. Ну, это и для туристов тоже, мне кажется, такое все-таки может быть таким приятным, приятным завлекаловым таким для того, чтобы как-то вот привлечь, сказать, что вот есть такая улица, где все происходит. Главное, чтобы все это произошло, и там, не знаю, в начале погода, наверное, не подвела, а потом и инициативность. У нас и погода очень переменчивая. Рижская дума на данный момент очень сильно страдает из-за нехватки туристов. Где-то около 2,5 миллионов уже Рижской думы не досчитывается уже в этом году от нехватки туристов. И, безусловно, любые действия, стимулирующие поток туристов и развитие туристической отрасли и кафе, и ресторанов в городе, они только приветствуются. Самое главное, еще раз повторяю, это все сложить так, чтобы не было конфликта между разными группами населения. Автомобилисты, пешеходы, велосипедисты, туристы. Это все необходимо планировать так, чтобы всем было комфортно. А может быть такое? Так же не бывает. Всегда кто-то недоволен. Велодорожку делают недовольны автомобилисты, не делают недовольны велосипедисты. Улицу Тербатес я бы закрывал, наверное, август. Я бы все-таки разрешил закончить работу на бары на основные, которые произойдут в этом месяце, и перевел бы немножко на август. Но я понимаю, что кое-кому август, это слишком поздно, хотелось бы пораньше. Насколько вообще Тербатес улица, которую стоит закрывать, поскольку ее пересекают, ну, в частности, вот Лачпляша, которая такая артерия, которая ведет на мост, и если она становится пешеходной, то автоматически это какие-то вызывает необходимости объезда? В принципе, та часть города, она очень насыщена общественным транспортом, и там же у нас в той же части, в том квадрате находятся и трамвайные пути. Поэтому, в принципе, эксперимент, находящийся там, мне бы казалось, что самая идеальная улица для таких действий – это вот Тихий центр, Антониас. Вот эти части, где у нас сейчас уже безумно развита инфраструктура ресторанов и кафе, где приятная архитектура, где сообщения транспорта практически отсутствуют, и вообще там общественного транспорта нет вообще. Поэтому для начала могли бы пойти по принципу крупных европейских стран закрывать на субботу-воскресенье, да, то есть в понедельник открываем, в субботу-воскресенье закрываем. Это можно делать плавно, аккуратно, не вызывая никакого отторжения ни у каких групп населения города. Если говорить, продолжать тему транспорта, строительство Рейл Балтика, которое вот все ждут тоже с каким-то таким опасением, потому что это вызовет большие изменения в потоке транспорта. Это вот насколько городу нужна эта головная боль, насколько можно минимизировать эти вот… Еще будучи руководителем Комитета развития города, я упомянул, что при начале Рейл Балтика будет перекрыта дорога, начиная от Каменного моста и заканчивая Островным практически. Ну вот каким образом вот эта вот архиважная артерия для города, если она будет перекрыта, куда мы перенаправим весь поток транспорта? Здесь огромное количество вопросов. Но я опять-таки обернусь к политике. Рейл Балтик уже долгое время пытаются построить и пытаются продвинуть. Чем это все закончено? На самом деле один большой, огромный вопрос. Деньги там замешаны большие, интересы там замешаны большие. Поэтому опять-таки интересы города и горожан были поставлены на второе место. Если про развитие города как раз говорить, мы видим, что у нас всегда происходят какие-то стройки. Это дороги, мосты, здания, новые здания, перестройка чего-то. Будет ли, возможно ли вообще, ну вот в науке такой, как развитие города и планирование города, есть ли момент, когда вот ничего не надо строить и мы можем просто наслаждаться городом? То, что время неизбежно бежит вперед, и мы постоянно будем развиваться. И я, к сожалению, должен сказать, что мы немножечко отстаем от других европейских городов, поэтому мы должны строиться и развиваться еще в два раза больше. Вопрос, опять-таки, приоритетов стройки. Я не стою на том, что необходимо строить все-таки концертные залы и всевозможные объекты культурно-развлекательного характера. Я больше за инфраструктуру дорог, за инфраструктуру мостов, за садики, за школы. Вот так вот должен развиваться город. Если эти все стройки будут точечно разбросаны по районам, это не будет так заметно. У меня к садам и школам как раз-таки вопрос. У нас здесь пару дней назад были представители организации помощи инвалидам, и как раз-таки мы обсуждали, насколько непродуманно у нас ремонтировались школы и сады до этого. То есть сейчас такая система, что вот ребенку, например, в инвалидной коляске или с особенными потребностями приходит время идти в школу, он ищет школу примерно, где можно было бы поставить вот эти подоны, сделать. То есть школу два года назад отремонтировали, и опять мне надо что-то делать, подстраивать под ребенка. Почему изначально нельзя спланировать так, чтобы эта школа была предназначена в том числе вот с возможностью и для этого. Я хочу вывести сразу из позиции заблуждения радиослушателей тоже. Ремонт и косметический ремонт – это две разные вещи. Школы и детские сады до этого в Риге, спасибо, что сделали, но были подвержены только косметическому фасадному ремонту. Поэтому, когда вы наблюдаете со стороны, вы думаете, оп, новое здание. Оно не новое. У меня двое детей ходят и в школу, и в садик, а в Зультуде мы живем. Внутри помещения остались точно такие же, как они были в 93-м году. Поэтому, разумеется, ни инфраструктура, ни все, что, скажем так, по минимуму требуется для людей с ограниченной ответственностью, не были там установлены и не будут установлены. Это и есть ошибка, опять-таки, приоритетов. Мы должны не только красить, мы должны фундаментально менять, расширять и менять. Но это как раз-таки вопрос планирования, который у нас стоял очень долго. То же самое по поводу улицы Чака, когда вначале меняют коммуникации, через месяц, оказывается, там еще какую-то трубу надо провести, а потом еще какую-то электропроводку. Если мы вернемся в инфраструктуру учебного, скажем, сектора, то это все-таки департамент имущества, это не планирование города. Они видят приоритет, они видят, что им необходимо делать, и они действуют. Может быть, не совсем эффективно. Разговаривая про дорожные работы, у нас под асфальтом зарыто 5 держателей коммуникации. Мы начинаем от газа, воды, телеком. Со всеми согласовать невозможно. На Чака мы начали еще делать, когда я руководил развитием города. Мы пытались попасть в сроки, но мы не смогли всех пятерых, скажем так, посадить за один стол. Вовремя согласовать, получить эту бумажку, пробежаться по всем жителям улицы Чака, собрать со всех подписей, что они не против. Все это затянулось, вот сейчас только вылилось в результат. Это тяжело. Но, опять-таки, по примеру больших европейских стран, есть отдельные департаменты, которые именно занимаются вот этим планированием. Они стараются эти большие структуры, держатели коммуникации свести за один стол, и все дорожные работы планировать. Вот, ребят, мы открываем здесь асфальт, придите, поменяйте, пожалуйста, трубы. И тогда мы закатаем новый асфальт. Ну, это в Европе, а мы немножко в другом месте похожи. Транспорт, общественный транспорт, городской транспорт, что здесь можно было бы улучшить? И, ну, насколько, с одной стороны, мы видим, что эта система, ну, Рига Сатекс подвергалась очень большой критике, и там, как бы, непрозрачно как-то все происходило с финансированием этой структуры. Вот что вы по этому поводу думаете? Ну, быстро, если пробежаться, изначально были проблемы с закупками транспорта, это Шкода, да, но начнем с того, что Шкоду в Ригу привело еще национальное объединение, которое руководило городом, поэтому там эта эпопея, она уже там с 2000-х годов длится. Касательно Рига Скарты, я тоже абсолютно считаю, что платить 20 миллионов ежегодно за систему, которая уже себя и жила, мы уже давно мобильниками рассчитываемся, прикасаясь обычными банковскими картами, то, что Цитаделбанк предлагал, то есть это все можно давно уже делать. Вопрос, опять-таки, желание. У нас в городе есть другая проблема, допустим, возьмем район Шичиротава. Я, безусловно, я уверен, вы просто не знаете, что, предположим, еще год назад, там общественный транспорт, автобус приходил один раз с утра, один раз вечером, чтобы вывезти на работу, а потом вернуть обратно. По субботам-воскресеньям не ходил вообще. Сейчас он ходит раз в два часа, но по субботам-воскресеньям не ходит вообще. У нас есть вопрос в том, что у нас есть куча районов, которые отрезаны от сообщения с центром города, не могут выехать из своих микрорайонов. Я с бабушкой приезжал, общался, она говорит, я на такси вынуждена ездить. Как мне по-другому покинуть район? Вот она, основная проблема. Боремся с коррупцией, хорошо, но у нас и на местах люди, извините, до города попасть не могут. Раз уж мы затронули тему транспорта, сейчас как раз-таки Регасатекс, мы объявили, что происходит закупка, и хотят сделать вот эту систему оплаты билетов QR-кодом. То есть, наконец-то мы движемся все больше и больше к тому, что не надо куда-то заходить, где-то что-то покупать, а можно так вот электронно использовать. Дай бог им сил, начало, безусловно, хорошее. Я очень надеюсь, что оно дойдет до своего логического конца, потому что еще раз вам говорю, что за всеми вот этими непорядками всегда стоят большие деньги. Не надо голословно кого-то обвинять, но мы четко понимаем, что 20 миллионов в год – это очень хороший договор. 20 тысяч. 200-200 тысяч евро за… Да, я за Регаскарту имею в виду, да, за Регаскарту. 20 миллионов – это огромная цифра. И такие деньги способны победить любое логическое мышление и планирование. Почему до этого? Настолько был запрос, не знаю, мы даже в этой студии со всеми, с кем можно было обсудить тему общественного транспорта, всегда этим пользовались. Почему так долго? Пассажеры «Вилсенс» уже ввели, не знаю сколько, пару лет назад, когда можно сесть, спокойно купить с помощью карты. Конечно. Электронный билет и все нормально. Почему здесь так долго, хотя казалось бы, ну у нас Рига, не Москва, не Нью-Йорк, не огромный какой-то мегаполис, в котором очень… Ну давайте говорить открыто, опять-таки безыменной фамилии, чего я пытаюсь всегда избегать. Но одна из правящих партий в городе, один из членов этой правящей партии, является основным выгодополучателем от Ригаскарты. Ну что мы сейчас тут будем с вами обсуждать, да, если директор магазина мой брат, то колбаса всегда на столе у меня будет. То есть тут абсолютно элементарная ситуация, зачем здесь далеко ходить? Ну если запросы от жителей есть, мне просто всегда интересно эта коммуникация. У нас маленький город, всегда все все знают. Кого интересуют запросы жителей? Помните этот мультик там про Короля Льва, это Акуна Матата, да? Вот Тимон и Пумба, да? Вот у нас, в принципе, политики напоминают мне периодически Тимон и Пумба, у них Акуна Матата, у них все хорошо, они скачут там по лесу, собирают свои шишки и желуди. Все замечательно. Кого интересует, что думают жители леса? Это старая политика, которая, к сожалению, она была, есть, и я надеюсь, исчезнет, но 29 августа это покажет. Насколько Рижская дума должна быть политизирована, и мы все видим, что Райвис Зентер сейчас вышел с лозунгом выбора между 9 мая и 18 ноября, и понятно, что вот, ну, куда он метит, в какую часть электората. Он еще и Геев добавил. Да, да, там еще добавил и Геев, да, вот если вы хотите, чтобы были прайды, там, голосуйте не за нас. То есть, вот это, ну, такое вот давление на психику обычного избирателя, который мучается, мечется, и вот его пугают этими страшилками. Это политическая смузи, которая подают нам вот каждые выборы. У нас все выборы неизбежно заканчиваются этническим запугиванием. Русские идут, латыши идут. Русские идут, латыши идут. И здесь еще замешали Геев и Эльзбиянок, да, то есть, ну, казалось бы, ну, чего уж там людей трогать. Меня, знаете, больше всего восхищает в этой всей ситуации, минуточка развлечения. С 2014 года Эйна Руцелинскесу и политологи, и крупные политики предлагают уже давно признаться, что он сам гей. То есть, на самом деле, получается, национальное объединение двигает на пост мэра человека, который представляет эту сторону, и при этом, с другой стороны, запугивает людей приходом этих людей к власти. Меня абсолютно удивляет эта циничность, абсолютная наглость, и, ну, по мне так кажется, как это вообще не безнаказанности. Ну, люди же-то не слепы, они же это понимают. Поэтому... Ну, кстати, вопрос по поводу политического управления городом. Мы живем с Временной администрацией уже несколько месяцев, и, в общем-то, говорят, что неплохо живем. Какие-то вопросы решаются, что, может, и не нужны эти политики. А зачем 60 депутатов, когда, по факту, в Думе находятся 4-5 партий, и, по сути, все решают 4-5 руководителей фракций? Старая система политической власти, она построена на дисциплине фракции. Ты пришел на фракцию, тебе четко пояснили, в какой момент на какую кнопку ты нажимаешь, ты пошел нажал, зачем нам 60 человек? Ну, давайте к этим 5 прикрепим еще двух. Ну, и будут они там вместе сидеть 15 человек и радоваться тому, что они туда попали, и нажимать на эти кнопки. Эффект будет абсолютно тот же самый. А денег мы сэкономим, парковка бесплатная в центре города, да, то есть, 2-3 тысячи в год. Все налоги, это тоже по тысяче в месяц мы на них тратим, да, то есть, плюс у каждого там секретарей, плюс еще что-то. Безусловно, 60 человек там абсолютно не нужны. Так же самое, как 100 человек в парламенте, это абсолютно бесполезная масса. Вот все. Давно уже пора, на самом деле, было ввести принцип, когда может избираться человек непартийный, свободно подать свое имя, фамилию, собрать количество подписей жителей за него и стартовать на этих выборах. Это бы как-то разбавило всю ту ситуацию, которая происходит на данный момент. Ну, тогда вопрос в том, как раз-таки, вот вы про подпись упомянули, что это же все равно, ну, люди должны чувствовать свою причастность как-то к этому процессу и понимать, что кто-то вот там, кого они выбрали, будет защищать конкретно их интересы. Конечно, и чтобы на этого человека не давило партия, не говорило, не нажмешь на кнопку, мы тебя выгоним. А если мы тебя выгоним, у тебя не будут парковки и зарплаты. Ну, как бы в наше время мотивация достаточная, да, опять-таки. Если человек независим, он идет, допустим, от Золи туда, он прошел по Золи туда, собрал подписи, презентовал себя людям, пообещал им что-то, его каждый день видят на районе, скажем так, в простонародье, у него нет возможности уйти от той ответственности, которую он на себя взял. И опять-таки в Думе, наконец, начнется полемика и настоящее голосование. По факту за каждый вопрос, хорошо это или плохо. Вот и все. То есть получается, что человек, который не принадлежит партиям, он менее зависим, безусловно. То есть он больше несет ответственности перед избирателями, нежели перед руководством партии? Так и есть. Ежедневно политик, когда работает, приходит на радио, выступает перед людьми, он вкладывает 50% себя в свою фамилию, 50% в партию. И таким образом, когда он покидает эту партию, неизбежно начинаются гонения на этого политика. А как ты ушел? А как ты бросил своих? Ну мы же, извините, не сиамские близнецы. То есть люди меняют свои взгляды на жизнь, меняют свои планы на будущее. Поэтому это вот есть очень сложная ситуация для политика. Попадая в партию, он попадает вот в этот загон, и из него выбраться не может. Он боится осуждения людей, он боится осуждения партии, боится, что один он дальше уже ничего не сможет. Ведь все-таки, чтобы организовать свою партию и стартовать на общереспубликанских выборах, это 500 человек, это все-таки большая работа. Вам не кажется, что сейчас это меняется? Это было на вашем примере, когда вы, например, выходили из Согласия. Это мы, не знаю, видим в правительстве, в Сейме, когда половина членов КПВЛВ выходили. У нас сейчас больше 10 независимых депутатов. То есть люди меняют свои предпочтения, не боятся, уже попав в Думу ли, в парламент ли. И не боятся как-то решения. Премьер КПВЛВ не очень удачный. Почему? Потому что у латышского электората, у них 7-8 партий. Они не сконцентрированы на определенной любви к одной партии. Поэтому вы можете ее там менять, что и происходит в латышских партиях. Они там прекрасно мигрируют туда-сюда, и никто никого не обвиняет. У русского избирателя одна партия. Назовем это полторы. И сейчас, когда появляется еще одна партия как альтернатива, разумеется, здесь возникают вопросы, возникает изначально такая человеческая ревность. Ну почему? Мы же всегда голосовали за одну партию, зачем идти за вторую? Есть эти моменты, к которым еще пока русский электорат не готов, но мы будем стараться двигаться к этому. А вы делите на латышей и на русских, ну латышского и русского избирателя? Или все-таки, ну мне кажется, что было там, ну приведем согласие, как самый, может быть, яркий пример, когда жители Риги, латыши голосовали и за согласие не скрывали это. То же самое и русские, это не всегда выбор из там двух-трех партий. Рижская дума – это хозяйственный орган, и безусловно, как бы люди голосуют за ту партию, которая действительно что-то делает. Но изначально, я уже в начале передачи сказал, что все-таки неизбежно у нас в Латвии этническое голосование является основополагающим фундаментом для любых выборов абсолютно. Надо понимать, что если у партии впереди стоит лидер с русской фамилией, изначально 30-40% его электората будет составлять именно русский избиратель. А потом уже своей работой и своим отношением к городу он докажет, что и остальные, скажем так, представители этноса могут присоединиться и поддержать его как политика. Но вот сам лозунг «сделаем Ригу латышской, сделаем Ригу русской» и вот это вот… Это абсолютная глупость. Я признаюсь у меня, не признаюсь, точнее, я проинформирую, у меня двое детей, оба посещают и латышский садик, и латышскую школу, прекрасно говорят на двух языках. И я считаю, что это абсолютно нормально. Чем больше языков, тем лучше. Я всегда говорю, что я родился в Латвии, я родился в Риге, и у меня два родных языка. Эта ситуация меня абсолютно устраивает. Русский, латышский я знаю абсолютно перфектно. Бывший депутатрической думы Алексей Росликов у нас в студии. Звоните, задавайте свои вопросы, если такие у вас есть. 670-12-93-9, 670-12-12-93-9. Здравствуйте. Доброе утро, пожалуйста. Доброе утро. Вы абсолютно правильно говорите, что партийное представительство это себя и сжило. Действительно, люди должны выдвигать своих людей. Профсоюзные организации, которых, кстати, нет. Вот какие организации будут выдвигать? Человек бедный. Он же не будет платить болткому денежки, чтобы выступать. И везде все связано через деньги. Поэтому буржуазные партии, только те, кто имеет деньги, проникают во власть. Народ никогда при такой системе туда не проникнет. Вопрос, вопрос. Ну, я понимаю, что это была просто реплика. Да, ну вот получается, насколько... Это действительно парадокс может быть демократии. То, что обычный как будто бы человек с улицы, он, каким бы он ни был, он не может вот при нынешней системе, получается, выйти как в свои независимые кандидатуры. Он обязательно должен, ну, получается, идти на компромиссы. То есть, вступая в партию, может быть, он не по всем пунктам программы, но он понимает, что это вот его выбор. Знаете, это вспоминается слова Винстона Черчилля, как он сказал, что нету системы хуже демократии, но это лучшее, что у нас есть. Поэтому это ситуация, к сожалению, в которой мы находимся. И то, что нынешние правительственные партии приняли еще решение о поддержке самих себя, там, от полумиллиона до миллиона, конечно же, это вообще убило какую-либо политическую конкуренцию. Спасибо Болткому, что у бывших политиков, не принадлежащих крупным партиям, есть возможность прийти и разговаривать, и вы приглашаете. И я думаю, что здесь очень многое зависит еще от СМИ, чтобы СМИ все-таки давали возможность новым молодым политикам, действительно, пока не имеющим никакой абсолютно финансовой поддержки ни от страны, ни от избирателей, была возможность говорить, высказываться, приходить и показывать свою программу. Но и от людей очень многое зависит. Люди тоже очень консервативные. Очень сложно заставить поменять свои привычки, очень сложно заставить посмотреть на какие-то вопросы немножко под другим углом. Мы привыкли за 10 лет ходить на голосование, ставить крестик в одну и ту же ячейку. Мы туда и ходим. Это сложно. Здесь надо с двух сторон меняться. Есть еще самый страшный фактор. Мы обычно всегда, освещая выборы, дежурим на избирательных участках. Вот слушая, что говорят люди, выходя после голосования, иногда волосы у меня понимали с дымом о волосах. Одна из женщин, например, говорила, ну как я могла не проголосовать за этого депутата, у него же такая прекрасная прическа. То есть я просто думал, что да, вот по каким случайным критериям люди выбирают часто. К сожалению, а может быть, наверное, и к счастью. То есть политик всегда, конечно, должен выглядеть хорошо и достойно, все-таки он представляет народ. Но вы правы, очень мало людей читают программу, очень мало людей вникают в нее. А самое страшное, что очень мало людей анализируют все, что было за предыдущие 3, 4, 5, 10 лет, и складывают это в какую-то единую цепочку событий. Действуем импульсивно, это уже доказали политологи, за неделю до принимаем решения, вот по принципу может быть прически, хорошие фотографии и так далее. Жаль. Но опять-таки мы все меняемся, город развивается, строится, также и у людей начинаются меняться привычки, взгляды. Я уже сейчас вижу по социальным сетям, что уже по-другому абсолютно люди реагируют. Ну хорошо, если за неделю вы так оптимистичны. На самом деле, насколько показывает практика, люди часто даже не сравнивают те же, например, предвыборную программу. Но мало кто вот так вот садится, 3 часа посвящает тому, чтобы посмотреть, что у этого, что у этого, что у этого, и как-то проанализировать. То есть, как сказал бы Кличко, точнее никто. Ну и мы видим, кстати, ну вот что временная администрация города вот проявляет как бы заботу о горожанах, но вот проявляет, ну меня немножко это действительно веселило, когда говорят, что мы отменяем, например, проезд пенсионеров бесплатный вот для того, чтобы проявить о них заботу. Мы проявляем нам, значит, заботу, мы не будем праздновать лигу в городе, это забота вот о людях для того, чтобы... Потому что как просто вот, ну отменяя какие-то вот льготы, проявляя заботу, то есть это примерно так же, вот как мы повышаем на вредные продукты акцесс, просто чтобы вот вы вот меньше их... Надо понимать, что на данный момент задача временной администрации превратить город в такую маленькую лабораторию и протестировать все определенные решения, и как на них будут реагировать люди. Потому что когда придет новая власть, неизбежно. 29 августа в городе будет абсолютно новая власть, не та, что была в предыдущие 10 лет. К сожалению, так оно случится. И временная администрация сейчас проводит маленькие точечные эксперименты. Партии у власти всегда говорили, что наш электорат на автобусах бесплатно не есть. Это ваши бабушки. Ну опять-таки этническое голосование, да? Это ваши бабушки. Но они посмотрели, они поигрались, они поняли, что резонанс безумный. Они поняли, что таким образом они опять-таки поднимают рейтинги русскоговорящих партий политических. То есть все вернули, все обратно поставили, хорошо пускай остается. Поэтому я думаю, что вот это этническое голосование в данном случае сыграло на руку рижанам. Не уберут они льготы. Только потому, что побоятся, что уберут льготы, ну значит гарантированно следующие выборы, все вернется на руку своя. Ну вот вы, кстати, про эксперименты хорошо сказали, что это действительно, вот даже улица Тербатес, тоже и администрация говорит, что это эксперимент, который можно будет использовать потом и понимать, да, нет, оставлять, менять и что делать. Жестче надо быть. Политики сейчас идут вот на поводу всего этого зеленого движения. Оно хорошо. Деревья, велосипеды, меньше выхлопных газов в городе, это все надо. Я еще раз говорю, ну все должно быть продумано, ну все должно быть вовремя, своевременно. Ну огромный спектр работ запланирован Виталий Рейнбах, руководитель департамента транспорта города по улицам. Спасибо ему за это, пускай он это сделает. Ну чего мы сейчас тут посередине прибегаем и втыкаем свои три копейки, а мы еще тут улицу перекроем, чтобы по ней ходить. То есть, ну, поспешно. Ну будет ли дальнейшее, посмотрим, как сложится руководство Рижской думы, смотреть на вот эту работу нескольких месяцев и анализировать, что было сделано и как на это реагировали. И использовать вот этот опыт, который был без политического окраса, сделан на протяжении нескольких месяцев, использовать. Любой новой политической силе, которая приходит к власти, а в Риге это, скажем, за 10 лет первая смена, им необходимо что-то яркое, им необходимо что-то такое. То есть, обычно они в правительстве строят какие-нибудь замки Смета, а Света по полмиллиарда, да, то есть, чтобы так прям засветило. Замок Смета, это Смета и Сметы, да, это очень хорошо. И мне, когда они придут к власти, им, безусловно, будет необходимо сделать что-нибудь, чтобы запомниться, чтобы понравиться и чтобы выделиться на фоне предыдущей власти. Будут какие-то улицы 100% превращены в пешеходные. Но ведь наверняка следующая администрация столкнется с... Ей придется разгребать вот последствия коронавируса, и вот то, что те проблемы, которые возникают и с туризмом, и с общепитом, с ресторанами. Вот здесь что... Что больше всего от туризма и общепита, в туризме и общепите у нас работает, ну, средний бизнес. Средний бизнес очень быстро самовосстанавливается, такова политика нынешних руководителей страны. По всему поддерживать средний бизнес они не будут. Сегодня кафе закрылось, 100% через месяц откроется новый, а хозяин просто будет другой. Поэтому зачем мне бежать и помогать вам, если на вашем месте появится другой? Деньги будут вливать, как сегодня, допустим, влилили опять в ЛДЗ, еще 40 миллионов. То есть сначала с соседом большим поссорились, развалили инфраструктуру, теперь по 40 миллионов туда вбрасываем. Не будут точечно помогать и микро, и среднему бизнесу. Это исключено абсолютно. За это можете даже не переживать. Да и причем государство же говорило, что они практически полтора миллиарда направят в бюджет города Риги для борьбы с последствиями коронавируса. Вот поменяйте мои слова, у вас с сегодняшним числом ни копейки не дойдет до народа. Опять что-нибудь построят, такое развлекательно, интересно. Опять вольют что-нибудь в какие-нибудь предприятия, где можно будет это растащить на премии зарплаты. Ничего до людей не дойдет. Ну вот вчера как раз таки правительство выделило 28,5 миллионов на займы для проектов самоуправления всевозможных. Это же тоже должно как-то побудить самоуправление, ну в том числе Ригу. У самоуправления есть, скажем, те проекты, которые есть в самоуправлении, это как-то высказался один политик, это строительные проекты, которые якобы что-то там греют, но не людей. Будут строить, будут строить. У них там есть проект той стороны променада кипсалы сделать около 20 миллионов. Это все туда уйдет, но ни в кафе, ни в рестораны, ни в помощь туристическому бизнесу. Как говорил уже представитель туристического бизнеса в интернете, что Таллинн хотя бы точечно берет каждую компанию и выделяет ей деньги на то, чтобы она просто не закрылась. В Риге такого не будет, забудьте. Вчера очень долгое заседание правительства было, сегодня продолжится в 11 часов. Очень большой спектр вопросов. И опять как-то притихли мы уже с этим коронавирусом. Месяц передохнули, и сейчас опять активно и средства массовой информации, и по людям тоже можно посмотреть, что следят. И один из самых главных вопросов было как раз-таки принимать решение по поводу приезжих. Тот, кто приезжает, будь то через транзитом. Мы знаем, что литовец один из жителей Литвы заболел, приехал он через Ригу. И у нас тоже ввозные случаи, как правило, до вспышки были. И не считаете ли вы, что как-то поздновато, что, наверное, этот вопрос надо было решать два месяца назад, когда, мне кажется, такое количество въехало, если даже посмотреть на машины, будь то с российскими, с белорусскими номерами, еще с какими-то номерами. И, в общем-то, люди перемещаются. И все, кому надо было 14 дней уже или отсидели, или уже отходили, но это было уже давно. То есть сейчас принимать решение по поводу приезжающих уже как-то... Вообще эта история началась-то, она опять-таки на фоне приближающихся выборов, дабы поднять опять-таки этнический вопрос. Акцептировал на это внимание, это национальное объединение. Посмотрите, сколько у нас по городу ездит машина с российскими номерами, нас опять русские заражают. Абсолютная глупость, ребята. Но при этом никто не говорит, что у нас и французы прилетали, которые посещали бары, рестораны, и последняя вспышка, которая была у нас в ресторанах на набережной, она была именно связана с французами. Но никто же про это не говорит. Поэтому в данном случае в Риге, Рига не такая густонаселенная, поэтому у нас этот коронавирус прошел сравнительно легко, чем где-либо. И мы спокойно можем пережить весь этот период, особо сильно не напрягаясь, потому что, еще раз говорю, закрыть границы, опять-таки приостановить работу предприятий, но только AirBalt потерял 700 человек, точнее выкинул на улицу. Вы понимаете, какая-то катастрофа. Пока мораторий до сентября по кредиторам, а когда его снимут, если его снимут октябрь, ноябрь, начнут трясти тех, кто не может заплатить сегодня по кредитам. Это хана. Все. Ну вот одним словом хана. Поэтому нам нужно, на самом деле, думать не как закрывать, а думать, как вот это все отрегулировать таким образом, чтобы и люди могли продолжать заниматься бизнесом, то есть, опять-таки, туристы, кафе, рестораны, и чтобы, опять-таки, с вспышкой вируса не было этих неконтролируемых очагов. У нас продолжает вот разрываться телефонные линии. Давайте примем еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста. У меня такая мысль мелькнула. Вот сколько я слушаю вас, да? Там говорят, вы логично, а не могли бы вы минут за пять заранее теперь сказать, а теперь слушайте, смотрите, все в моих руках. Вот представим мы сейчас, ну, у вас, вот что бы вы делали, тогда будет понятно, и мне может быть многим слушаем. Я напомню, что у нас законно-предвыборная агитация действует так, что с программами и вот этим вот всем попрошу вас, наверное, к интернету обращаться. Ну, хорошо, да, наверное. Для того, чтобы как-то узнать, что и как, с какими лозунгами и предложениями. Но если мы можем, если вот сформулировать, например, переформулировать вопрос так, вот какие города, меры были бы для Риги, например, образцом, да, вот с кого можно было бы брать пример? Мы уникальны. Нельзя, абсолютно нельзя сказать, что мы сейчас можем взять Милан, можем взять Париж и сказать, что или же Вильнюс, или же Таллин, у нас любят наши политические деятели посещать ближайшие города Балтики и говорить, вот у них лучше, чем у нас. У нас абсолютно другая специфика, у нас абсолютно другая атмосфера. У нас, по сути, на данный момент в городе не хватает всего лишь одного. Мы перестали вкладывать не в инфраструктуру центра, а в инфраструктуру районов. И весь этот пессимизм и тяжелое отношение к жизни у людей все-таки формируется из того, что он видит из окна, что он видит вокруг себя в эти 20-25 метров. Районы у нас в ужасном состоянии. Нам необходимо начать восстанавливать микрорайоны. За эти в Маруполь, за эти в Пеньки, у них уже давно все дорожки для пешеходов выложены брусчаткой, у них хорошее LED-освещение везде. А за эти ко мне в золи туда, там с коляской пройти абсолютно невозможно. Что все это время нам мешало это делать? Вот если мы начнем вот это вот делать, это будет наше уникальное решение, и это будет наше вот такое теплое, скажем так, правильное движение вперед. А что мешало? Я думаю, что приоритетом мы почему-то концентрировались на том, чтобы столица центра города должен быть красивой, безусловно. Но давайте не забывать все-таки про районы. Рига должна становиться красивее. Этот лозунг использовала одна из политических сил, которая движется вперед. Я считаю, что ежегодно давать дотации миллионерам на ремонт фасадов домов в центре, если ты за 10 миллионов купил дом, чуть на фасад денег нет, что ли? Давайте этот миллион отдадим один год в Пардаугову, другой год отдадим в сторону Пурцимса, и вот таким вот образом мы сможем это все двигать в приоритеты. Вопрос приоритетов. Ну как вы считаете, сейчас тоже такое явление, приятное, наверное, для жителей, это такие вот микрорайонные организации. Мы знаем, что Браса активно там есть, Чекур Каунс, есть свои вот эти вот организации, которые как-то следят за городами. Тот же там Каунсомский квартал, да, Агент Каунс, очень приятный стал. Но все это потому, что вот есть какие-то инициативные группы, активные жители районов, которые сами как-то продвигают, что-то делают, собираются и отстаивают свои права. Каунсомский квартал – это уникальный пример частного бизнеса, да, то есть они большие молодцы, они… Ну я право ощущаю, что и вокруг тоже там как-то начинается. Да, активность в районе должна быть, безусловно. И все эти организации маленькие. Мне очень нравится Бедриба Яунсемс, да, то есть я с ними очень плотно работал, будучи руководителем города. Это люди, которые действительно болеют и падают, и встают за свой район, и они ходят, они… Я с утра приходил, они уже сидели у моих дверей, да, то есть мы все обсуждали, и они все просили. Молодцы огромные. Вот эта инициатива, это же вообще, в принципе, позиция избирателя. Ты выбрал политика, а теперь вот ходи, давай ему задание. Политик сам по себе очень быстро начинает отрываться от реальности, да, то есть от того, что происходит на местах. Поэтому задача избирателя – давай ему задание, пиши ему, пиши ему на фейсбуке, пиши ему на e-mail, звони ему на телефон, приходи к нему на прием. Политик в Думе обязан раз в месяц принимать всех жителей. Это тоже вот эта необходимая связь. Ну и опять-таки сменность власти тоже нужна. Когда ты 5-10 лет сидишь в большом и теплом кабинете, ты неизбежно теряешь связь с населением. Поэтому смена поколений власти, смена новых людей, приходящих к власти, она необходима. Вот по поводу приема людей, это тоже такой момент. Мы знаем, что соцсети активно используются. Может ли быть ситуация, что вы вот месяц после выборов активные жители, они приходят раз, потом два, три, через несколько месяцев уже как-то, вы понимаете, что вот у вас два часа приема жителей, и никого нет. Устал. И все, и никого, как бы никто не пришел. Вы можете сказать, ребят, вот у вас есть возможность, приходите, расскажите, что... Не, не, пишут регулярно, звонят регулярно. И даже сейчас, когда я уже вне должности, продолжаю звонить и писать, я продолжаю приезжать и использовать, скажем так, свои старые связи, звонить департаментам, директорам и просить что-то сделать напрямую, то есть не тратя там огромное количество времени на переписку. Не, не, люди очень активные. Я в всем случае, если они видят обратную связь, они продолжают к вам ходить, они из уст в уста передают, что вот там вот толковый политик, сходи к нему, поговори с ним. Это уже происходит. Вот если ты из-за меня, как бестолочь, 4 месяца всех отмариновал, то, конечно, на 5-й месяц к тебе уже никто не придет, потому что ты все ничего не делаешь. Ну, толку с тобой разговаривать. Но получается, что здесь, опять-таки, избиратель должен тоже не засыпать, то есть он проголосовал один раз в 4 года, но на этом нельзя. Ну, у нас вообще, в принципе, заинтересованность населения в политике, там, был же опросом не больше 2%, да, то есть остальным всем как-то, ну вот как есть, да. То есть, так что да, если бы еще и жители более активно вписались бы в эту всю ситуацию, было бы замечательно. Но есть, кстати, возможность проявить не только, скажем, благодарность, но и критику, то есть, ну вот если проголосовал за политика, за какую-то конкретную партию, ну вот ты чувствуешь, что вот не то что-то происходит, вот эти механизмы обратной связи, как можно реализовать? Здесь, еще раз, весь, вот все всегда в интернете говорят, а что мы можем сделать? Единственный шанс наказывать. Не физически, мы не можем положить политика на колено, снять ремень, не выбрать его, правильно, но это нереально. Мы можем наказать его своим голосованием. И на данный момент, слава богу, эта ситуация политическая расширяется, у нас есть еще одна партия, еще одна партия, и теперь мы можем делать выбор, и мы можем делать выбор не только между политиками, ставя им крестики, но будучи в одной партии, они все равно в эту дисциплину партийную вписываются, и какая разница, кому вы ставите крестики, все равно рулить они будут в одном направлении. Теперь можем еще другую партию выбрать, это важно. Только так. 6, 7, 212, 93, 9, 6, 7, 213, 93, 9, и еще можем... Да, буквально пару минут остается, так что... Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, как вы попали в партию Сасканя, и почему вот вы оттуда вышли со своими коллегами? В 2017 году меня пригласил сам Нил Валерьевич Ушаков, наверное, полтора года мне удалось поработать в этой большой партии, я получил огромные политические опыты, Нил Валерьевич Ушаков дал мне огромное количество знаний, но вопрос в другом, я, будучи представителем молодого политического поколения, я немножко по-другому вижу свое будущее, развитие города, развитие страны, опять-таки я в начале передачи уже сказал, что сменяемость власти, она необходима даже в крупных корпорациях, каждые 3-4-5 лет меняют руководителей, это необходимо делать. В данном случае абсолютно то же самое, центр прекрасен, все хорошо, в районах полная, тотальная разруха. Я сейчас, вот если я радиослушателю интересный, я на Фейсбуке веду свой блог, я передвигаюсь по районам, встречаюсь с людьми, показываю на самом деле, как живут и выглядят микрорайоны. Это, извините меня, Чернобыль абсолютный. И вот эта ситуация, когда мы просто занимаемся социальным маркетингом, по телевизору говорим, все хорошо, мы обо всех заботимся, на самом деле это не соответствует правде. Я пошел своим путем. Но своему предыдущему политическому опыту я безумно благодарен, своему политическому учителю тоже благодарен, но есть время идти своим путем. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, буквально еще последние буквально минутки, которые можно успеть позвонить и задать вопросы. Но вот как вы считаете, кто является вашим электоратом? То есть вот 30 плюс. Я думаю, что 30 плюс – это люди молодые, активного возраста, большая часть занимается своим бизнесом, своим делом. Люди, которые на данный момент, в принципе, инвестируют в город ежедневно своей работой, но ничего не получают взамен от него. Это важно. Я, будучи представителем этой части населения, вот говорю именно про микрорайоны, когда я гуляю со своими детьми, я хочу видеть немножечко эту отдачу обратно. То есть, может, я сейчас пока не пользуюсь бесплатным транспортом, не будучи пенсионером, но пока я хочу получать какую-то обратную связь. И опять-таки поддержка микро- и среднего бизнеса. Вот это вот наша задача. Ну, наверное, уже последний звонок успеем принять. Здравствуйте. Да, пожалуйста, говорите. Доброе утро. Доброе утро, мы вас слушаем. По-моему, в общем, жаль. Жаль, да, не случилось. Как мне хотелось. Пора прощаться. Нам бывшая депутатрическая дума Алексей Росликов был у нас в студии.